Девушки отдыхают Вот идет процесс мойки кабана И вот смотрите, вот тут черное А вот эти кончики, где были сами ногти вот эти Они копытца, они сорваны И тут беленькие, мы трошки их прижелтили И ее не надо почтинуть, она уже чистая Но некоторые берут, смалят полностью, срывают и смалят И потом надо все выскребать А так у нас чистая получается Вот так расчет Тут тоже есть такие какие-то свои нюансы Надо попасть на Христу когда-то Было бы обратно Я вот эту нижнюю часть Обрезаю в два этапа Сначала вот эту часть обрезаю Это как бы даже в три Вот это отдельно, это отдельно, а это все отдельно Вот эту часть Тут где был прокол Я отделяю отдельно Хозяйка опять пришла за мясом Тут только начался процесс Она пришла в мясо просить Сейчас мы тебе дадим Самую такую вкусную часть Это мясо и салка Вот эта часть Сразу на сковородку И пожарить И можно больше ничего и не жарить Покормила я этим и отправляй домой Тут прорезаем почти до этого жира Тут такая как бы будет пленочка Когда ты прорезаешь это все Вот это уже жир начинает возить И так туда трошки поглубже Сюда вот Это свинка у нас Тут у нас проще ее разбирать Мужские органы вырезать У всех по-разному Все по-разному разбирают У нас такой способ По сборке Пока сидим вперед Немножко можно сейчас Можно там начинать Можно здесь как бы Сейчас мы тут немножко прорежем Трапочку Вот тут надо найти срезинку Которая рыбает топором И топором не рыбаем Потом мы тут прямой Эту кишку вот эту Зарезаем Вот так Когда по боках подрежем Вот так немножко Потом мы ее надорвем кверху Потом только уже будем вырезать Мочевой пузырь Мочевой пузырь и Женский орган Вот так раз Все и ложим А ну пока ложить Которые выкидывают это с кишками в своем месте А потом удаляют Но мы это сделаем сразу Это матка Вот эта матка Вот эта матка А что она так мало взяла Таня подойди Вот отсюда Первым боем я нажимал на живот ей Вот сюда сбоку И вся моча С мочевого пузыра Вышла Он пустой Вот мочевой пузырь Все это Можно собакам Сейчас Будем вырезать Вот когда перед боем Надо вот именно сюда попасть В это место Иногда попадается сюда В сторону И с первого раза Не получается попасть Она поправлять ножом Вот У нас как бы тоже Как бы с первого раза не получилось С второго раза Как бы попал я сюда И укропа пошла хорошо уже Все Вырождаем самую Косточку Зурдинки Понимаешь Артерия Которая идет К голове Понимаешь Вот Я как бы ее перерезаю Вот тут в этом месте Она к сердцу идет Артерия Артерия или аорта Что-то не дает Аорта Это внизу Артерия Достаем пищевод Вот так Подтягиваем пищевод Кверху Обрезаем Все Там немножко Надорвали Если надорвали Ножки убрать оттуда Ножки убрать оттуда Надо вот этот Прямой проход Прямая пищка Она должна просто тут висеть Внизу А вот эта корыта Вот сюда просто ставится И все И когда уже выворачивается Все Получается, что вот эта пищечка Будет висеть внаружи И все Она не будет внутри Вот так держим Здесь Подрезаем Диафрагму Здесь По краям По краям И вот тут тоже И все Уместе Сейчас мы вытащим Сюда В корыто Маловато Подрезали Так Вывалили А сейчас Вырезаем Жир И почки Одна почка Так Вот это мяско Мы тоже вырезаем Коля, держись Там надо будет Распить почку Там Сердце А, ну да, да, да Возьми там Подостань почку По-моему Надо ее разрезать Ну какая зима будет Для голубцов Для голубцов Плюночка кверху Половину Жировых запасов Свинки И так же Ложим Вот сюда А, надо вырезать Еще Косов Держи Когда она так застынет Вот так Очень хорошо Резать Все хорошо Вот это уже кишка О, задний проход Он как бы уже тут Висит наружу Внутри он не лежит Потому что Там может Какашки с него Полезть Все такое Сейчас мы вырезаем Печенку Покус Вырезаем Желчный пузырь Хозяйка говорила Что его Выбрасывать не надо От желчи Она какое-то лекарство Будет делать Мы ее просьбу выполним Вот Все Вот это Желчный пузырь Печенку Печенку Потом Сейчас мы ее Трошки поправим Вырежем Кое-что И надо промыть Все Все лишнее Все лишнее Побрезаем Промоем И в воду Кинем Чтобы она Отмокала Чтобы вытягивалась Ее Эту горечь Сейчас уже Воду На промывку Воду кинем В такую воду Полезть вырезаем Пожалуйста Их Ни чашки Хозяйка просит Быстрее Чтобы Уже Жарить хочет Будем Подчиняться Хозяйке Заднюю ходовую часть Возвращаюсь Мягко говоря Желчный Верезали? Да Верезали Томара Вырежем Так Держи Ого Ого Пошли Держи И заходишь на ту сторону. Вот тут тоже есть суставчик, надо его ниже пустить, и он сразу будет отделяться хорошо. Вот одна половинка есть. Молодец, это мало. Я так особо не присматриваюсь, немножко и на сале остается мясо, это тоже неплохо. Так что что-то чисто, крови в сосудах почти нету. И заходи. И заходи. И заходи. И заходи. Называется рулетное мясо. Мы тоже его вырезаем. Я вырезал сначала заднюю часть, но это в принципе не обязательно. Можно сначала вот это отделить, а потом только вырезать это. Но от переменных мест особо не меняется, так что-то несподважно. Мы сделали вот так. А под что еще объем? Вот так. Какие-то кусочки, видишь, это носим их. А я отдал Коле. Кого он занес? Куда это занести? Ну это типа рулетные. Там он замочил сегодня. Откроешь видео и давай. Ну тут-то ладно, ты держал, а я буду тайне на видео смотреть. Тут-то ничего. Уплю в деревне домик. Из-за виду габана. Тут, как говорится, кто на что гораст. Разделаешь в любом случае. Ну вот так видишь, это нитишки. Каждый по-своему делал. Я имею ввиду, кто-то нормально, а кто-то делает так, что мясо видно. Потому-то если сердце бьет, и ну все, сало, все в кровище, я вот такой не понимаю. У меня рыба есть, если рыба сдохла и потом ее начинает жарить. Вырезаем по едицу большую нить. Да-да-да. Она вот и втягивала. Дальше не рыжем, потому что шашлык на место. Это же в зеленую. Я это все сало. Я говорю, думала свинья толстая, думала у нее кость широкая, а у нее столько сала. Накормили, вот и толстая была. С утра. Отчего никто не смеется? В самом деле. Кашлыки любите? Вот этот кусочек кашлыка любит. Так, а куда кидаете? Перед убоем, когда все делали, галка невозможна была. Сейчас он подъел свежины, молчит. Вот такая получена ситуация у нас. Давай тогда тоже сюда, да? Что слышно? Все, ну смотрим. Если тут что-то есть, то вырезаем. Нет, значит нет. Порода такая. Был смысл его больше года держать? Самое нормальное, когда она живет год. Ну год и два месяца. А на Беловежском вы не знаете сами держат? Да там год, там 8 месяцев. Там много. То есть они знают, что уже дальше... Перевод или сам продукт. Ты поймаешь? Так, ломаешь? Всё, всё, всё. А я снись отдаю. Так, не снись далеко. Потому, что вырубать что-нибудь будем Хозяйка пришла мясо, да? Занесёшь клею Относим в сторону Из-за чего? Из-за того, что когда разрезаешь С позвоночника бывает кровь чуть сильно Еще раз Вытираем здесь все лишнее Немножко тут обрежем Немножко кровно текло Почистим Все Вырезали одну лопатку Сейчас вторую лопатку Сейчас вторую лопатку Сейчас вторую лопатку Пойдем Единый лопатку Тимоотки Осторожно Отр Leak Осторожно НамATION Так, вот тут еще есть тоже чай, да, как бы такой, как бы она на котлеты, все такое, ее можно просто вырезать сразу, это мясо, можно с салом оставить ее, конечно, но можно и вырезать сразу, обычно я вырезаю, допустим, вот это такие всякие. Подержи, она немножко же такая жестковатая тут на шее получается, но на котлеты оно то, что надо. Вот это такое, как на котлеты, там можно пошкотнуть. Мясо тоже, мяско такое, срежем его. Вы, Саша, сильно может не срезаете салом? Да, я сегодня срезал, я тут салом начале туда. Вот тут есть мясо или сало? А там с того сала тут нету мяса. Я тоже, я люблю, всегда когда покупаю. Все, процесс закончен, разрезаем само сало и вносится в дом. Как бы там ни было, но сало, я бы сказал, неплохое. Вот, как бы то, что надо. Салка хорошая, вот, отлично. Отрезаем здесь, здесь. Стой, подкакывай-то. Саля, давай можно это носить. Сколько вы думаете весила эта свинья? Ну, я думаю тушки, может килограмм стоило. Все, шкварка сделана. Так что сейчас будем ждать команду хозяйки. Будем трапезничать. Будем праздновать. Наслаждаться вкусом настоящего мяса, домашней свинины.